Приветствую вас. Вопрос задает пользователь с именем в виде трех звездочек, поэтому, наверное, я и буду называть в качестве обращения звездочка. Звездочка описывает довольно сложную ситуацию, где она вместе с мамой своей бабушкой и своим сыном проживает на одной территории и, соответственно, описывает поведение своего сына, как достаточно тяжелая, абсолютно неконтролируемая, вот, и говорит о том, как, ну, спрашивает, точнее, как, значит, помочь себе и сын. Она описывает ряд вещей, которые с ним происходят, я этого по этическим соображениям повторять и засчитывать не буду, вот, потому что там довольно жесткие моменты, на мой взгляд, имеют место быть. Скажу следующее. Важна на данный момент физическая сепарация от родителей своих. Первое. Второе. Помощь в структурировании ваших приоритетов и личных, личных границ. Вот. Второе. Работа с самооценкой, страхами, комплексом вины. Второе. Далее. Обязательно введение любой мужской фигуры в окружение ребенка. Потому что, как бы, мальчик растет, по сути, без мыши. Для мальчика это, в данном случае, губить. Нет, я не считаю, что, как бы, ну, что женщины не могут воспитывать. Но важно понимать, что у женщины, как бы, ну, одна направленность. Так, так скажем. Вот. У женщины одна направленность. У мужчины, да, направленность другая. Вот. То есть тут, вот, так вот, необходимо разграничивать это. Вот. Эти аспекты. Дальше. Ребенка имеет смысл показать врачу, потому что его поведение вызывает вопросы. Ну, врачу, врачу общей практике неврологу, вот, может быть, показать. Вот. Вполне возможно, что... Эм... Эм... Какие-то... Эм... Эм... Препараты... Эм... 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 Было бы не лишним... Эм... Эм... Пропить... Курсом. Эм... Эм... Для... Ну, для улучшения, вот... Эм... Эм... В целом, его... Эм... Эм... Состояния. Ну, вот. Эм... Эм... Для... Облегчения, если угодно, его... Состояния. Вот. Эм... 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 То, что... То, на что... Точнее... Вам необходимо обратить внимание, это то... Это на то, что... Эм... Эм... Дело не в ребенке, а в вас. И... Что ребенок, это... Ваше отражение. Вот. И... Эм... 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 То и ребенок... Спокойным не будет. Эм... Пока, а вы не можете... Эм... 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 Как бы, занять свою позицию... Эм... 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 научится. Если он это, по сути дела, такой сгусток нервов, тревожности и протеста встречался. Поэтому да, вам нужно в этом смысле работать над собой. Но будете это делать, в смысле, будете работать над собой и увидите в принципе как начнет меняться поведение ребенка. Ну, вашего ребенка. И, как правило, все само собой выравнивается. Если какая-то патология остается, да, то она, соответственно, эта патология корректируется уже на индивидуальной, ну, через посредственную индивидуальную работу жеребенку. Важный такой момент, важный такой дисклеймер, что вот вы спрашиваете, да, как помочь себе и ребенку? Никак. Себе вы не поможете. Только работая с психологом в данном случае, может как-то вот дать свои плоды, так скажем. Потому что у вас ситуация достаточно сложная. Ее усугубляет то, что в вашей семье были травмирующие факторы, да, то есть там проблемная семья у вас. Вот. И, соответственно, если ваш папа злоупотреблял алкоголем, вот, то есть, иными словами, был зависимым, вот. То вы в этом смысле созависимый партнер, ну, созависимый в этом смысле, да. Ваша задача – это выход из созависимого. Если раньше вы, там, ну, гипотетически, если раньше вы были зависимы, там, от папы, от... Матери. То есть сейчас вы тоже, тоже зависимы, но уже немножко по-другому. Сейчас созависимой другую семейную система, но, в принципе, семейная система осталась дальше, это, как бы, созависимо. Вот, поэтому травмы, которые вы себе несете, необходимо прорабатывать, чтобы они не оказывали вот такого существенного влияния на вас, как оказывают на данный момент, скажем так. Вот, понимаете, да? На этом все, я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.